Я через это мясо прошел, ну как бы я могу подскать, как в нем там варится ванн, да, то есть, чтобы огрыть как человек. Потому что историю успеха бессмысленно изучать, ее нельзя повторить. Всем привет, это Алексей Воронин. Здорово, я Руслан. И Настя. И Настя, да, и Настя, наша Настя. Вот, теперь мы вдвоем делаем канал с Лешей. Какие там нюансы, как мы его делаем, не так принципиально. В общем, мы его делаем с Лехой вдвоем. В общем, есть новый формат передачи, куда мы хотим пригласить вас. Формат в следующем. Вот все очень любят рассказывать про свои кейсы, про свои успехи. Но почему-то никто не любит рассказывать про антикейсы, про фейлы, про боли, да. А ведь это самое интересное. Самое интересное для того, чтобы понять, как не надо делать. С точки зрения здравого смысла, мне кажется, это на порядок продуктивнее, эффективнее. Время пришло такое уже. Пора правду сказать уже. Короче, ребята, приходи. Вот там ссылки будут под видосами, в комментариях тоже пишите. У кого есть мощность за душой и фейл, кому не жалко рассказать о душе историю какую-то смешную, трагичную, где вы потеряли кучу денег или, не знаю, потеряли совесть, честь, достоинство, я не знаю. Что хотите, что фейлии, да? Потеряли себя. Потеряли себя, да, возможно. Можно прийти, рассказать свою историю и сказать, что, ребят, как бы я через это мясо прошел, ну, как бы я могу подсказать, как в нем там варится ванн, да, то есть, чтобы оградить как в человека. Потому что историю успеха бессмысленно изучать, ее нельзя повторить. Но историю неудач, то есть, на какой ямке споткнулся человек, как он так вел себя, что с горы немножко поскользнулся, да, то есть, и как в будущем такого не допустить. Мы придумали прикольное название, называется «Грешники бизнеса». А, да. Я считаю, что надо прогнозовать. Еще есть рабочее название «Исповедь», да. Да, «Исповедь» и есть еще «Антикейсы». «Антикейсы», значит, которые вы тоже придумали. «Грешники бизнеса» и «Исповедь». «Исповедь», да. «Исповедь», «Грешники бизнеса», да, «Энтикейсы». Вот. Комментарии под видосом, под этим коротким, сделаем голосование ВКонтакте. И там надо его провести, как назовем программу. У Леши будет ссылка на голосование, соответственно, страница. Вот. Поэтому в комментариях пишите свои прикольные фейлы, и мы уже первых прикольных отберем и, ну-ка, пригласим вас сняться или к вам прием снятся. Ну, это не стоит, короче. Ну что, еще раз пишите комментарии, добавляйтесь, цитируйте, подписывайтесь на наш канал, будет интересно, будет фанело. Да, ребята, и канал. Канал ждет полный трешняк, потому что я сейчас начну выкладывать видео абсолютно рандомно, не есть видео двухлетней давности. Ну, просто, короче, готовьтесь. Будет очень мало форматов, но очень много того, что, ну, что ты просто не ожидаешь, может выйти вообще. Да, может быть, выложишь то самое видео по Турции. Да, да, да. А, вот, кстати, в Турции под переворот попали. Ну, тоже ожидаем. Выключайте это видео, берите свою женщину. Блин, я не знаю, возьмите букет, трос, снимите офигенный отель, отдохните и, я не знаю, позвоните близким и скажите, как вам прибыли. Зачем у нас все осталось в жизни. Все, всем пока. Всем пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok